Здравствуйте, уважаемые ученики! Начинаем наш сегодняшний урок. И наша тема — повторение курса алгебры 8 класса. Сегодня мы с вами повторим понятие квадратного трехчлена, а также рассмотрим примеры на разложение квадратного трехчлена на множители. Для начала я хотел бы напомнить вам понятие одночлен. Если мы выберем два одночлена, затем используем действие сложения, либо вычитания, у нас получится двучлен. К примеру, из квадрата и крик плюс 5, либо 2а минус b в кубе. А также, если мы уже используем три одночлена через алгебрическую сумму, либо действие сложения и вычитания, у нас получится трехчлен и так далее. Все это называется многочленами. А теперь, после того, как мы с вами рассмотрели тему квадратного уравнения, то данное понятие квадратный трехчлен вам будет очень знаком. Сейчас вы видите уравнение x-3x плюс 2 равно 0. Это квадратное уравнение. Левая часть уравнения, то есть выражение x-3x плюс 2, и есть квадратный трехчлен. Мы умеем уже с вами решать такие уравнения. К примеру, это приведенное квадратное уравнение можем решить по теореме, обратной теореме Вьета. И корни уравнения будут равны единице и двум. Данные корни также будут называться корнями этого квадратного трехчлена. А теперь давайте определим понятие квадратный трехчлен. Выражение вида a² плюс bx плюс c, где x является переменной a, a, b, c коэффициентами, такими, что a не равно 0, называется квадратным трехчленом. Если мы нашли корни квадратного трехчлена, то можем разложить на следующие множители. К примеру, x²-3x плюс 2, можем разложить на x-1 умножить на x-2. Если мы раскроем скобки, то есть перемножим x-1 на x-2, то в действительности получим наш квадратный трехчлен. x на x, x², x на минус 2, минус 2x. Продолжаем, минус 1 на x получается минус x, и минус 1 на минус 2 получаем плюс 2. Приведем подобные, минус 2x минус x дает нам минус 3x, и у нас действительно получился наш исходный квадратный трехчлен. А теперь теорема. Если x1 и x2 являются корнями квадратного трехчлена a x² плюс bx плюс c, тогда будет верно следующее. Наш квадратный трехчлен a x² плюс bx плюс c будет равно коэффициент a умноженное на множители x минус x1, x минус x2. Где x1 и x2, повторюсь, являются корнями нашего квадратного трехчлена. Давайте решим несколько примеров. Разложите на множители квадратные трехчлены. Выберем такой пример x² минус 7x плюс 12. Для начала мы должны найти корни, то есть приравняем к нулю. Решим квадратное уравнение. Это приведенное квадратное уравнение можно решить через теорему Виета. Сумма корней будет равна 7, произведение будет равно 12. Это числа 3 и 4. Нашли корни, расставим корни сюда вместо x1 и x2, а вместо a коэффициент у нас единица. Получаем разложение нашего квадратного трехчлена. x минус 3 умноженное x минус 4. Следующий пример y² плюс 2y минус 15. Нам нужно разложить на множители данные квадратный трехчлен. Что мы делаем сперва? Находим корни. Для этого приравняем к нулю, решим квадратное уравнение. Опять можем решить через теорему Виета, либо через дискриминант. У вас получится минус 5 и 3. Нашли корни, расставили вместо x1 и x2, только у нас переменная y1 и y2. Вместо a коэффициент единица, получили разложение y плюс 5 умноженное y минус 3. Следующий пример. 5z в квадрате минус 6z плюс 1. Приравняем к нулю для того, чтобы найти корни. Через дискриминант вычислить эти корни. У вас получится 1,5 и единица. А теперь найденные значения подставляем вот сюда. Получаем сперва коэффициент a. В нашем случае это 5. Умножить вместо x минус x1 переменной у нас z минус z1, это 1,5. И x минус x2, это z минус второй корень единицы. Посмотрите внимательно. Коэффициент 5 я могу перемножить только на одну из двух данных скобок. И логичный будет перемножить эту пятерку на первую скобку. Так как тут находится число в виде дроби 1,5, которое при умножении на 5 красиво сократится. У нас получится 5z минус 1. Второй умножитель остается без изменения. Некоторые ученики пытаются перемножить эту пятерку на каждый из двух множителей. Так делать нельзя. Одна пятерка умножаем на одну из двух данных множителей. Возникает вопрос. Всегда ли можно разложить на множители квадратный трехчлен? Я думаю, после темы квадратного уравнения вы уже знаете ответ на этот вопрос. Конечно же нет, если у квадратного трехчлена нет корней. Если они есть, то разложение, напомню, имеет вот такой вид. Но если же корней нет, значит мы не можем представить в таком виде, соответственно мы не можем разложить квадратный трехчлен на множители. Давайте проверим. Данный квадратный трехчлен, находим корни, приравняем к нулю. Дискриминант у него отрицательный, соответственно нет корней, значит мы не можем его разложить на множители. Если данный квадратный трехчлен не равен нулю, значит он принимает значение, отличное от нуля для всех значений переменной х. Значение отличное от нуля означает, данный квадратный трехчлен для любых х может быть либо положительным, либо отрицательным. А как это можно выяснить? Для этого давайте вспомним формулу сокращенного умножения. А плюс либо минус b в квадрате. А в квадрате минус 2а b плюс b в квадрате. Теперь выделим из нашего квадратного трехчлена квадрат двучлена. То есть приведем к правой стороне этой формулы. Вместо а в квадрате у нас х в квадрате, значит вместо а мы запишем х. Покажем двойку как множитель. Чтобы получилось 6, 2 должны перемножить на 3. Значит 3 это и есть b, тогда 3 в квадрате будет b в квадрате. И чтобы получилось плюс 10, 3 в квадрате будет равно 9, к 9 прибавляем единицу, получаем 10. То есть два выражения являются равносильными. Что мы выиграли? Данные трехчлен до единицы мы можем показать в виде квадрата двучлена х минус 3. А минус b в квадрате, вместо а у нас х, вместо b 3. В конце припишем плюс единицу. Так как здесь стоит квадрат, это выражение для любых х является неотрицательным. Его значение неотрицательное, то есть оно не может быть минусом. Минимальное значение может быть 0, а может быть положительное значение. Так вот, если мы к такому числу прибавляем единицу, то мы всегда получаем положительное число. Значит мы доказали, что данный квадратный трехчлен для любых х является всегда положительным. Ну и не только выяснили, что это выражение является всегда положительным для любых х, а также мы показали, как нужно выполнять задание следующего вида. Выделите квадрат двухчлена из квадратного трехчлена. Повторим это же действие для других примеров. Итак, квадратный трехчлен х в квадрате плюс 8х плюс 13. Вот здесь я записал для вас форму сокращенного умножения, чтобы вы могли сравнивать, что у нас вместо а, что у нас вместо б. Представляете внимательно, х в квадрате это есть а в квадрате, значит х это есть а. Далее у нас идет по формуле плюс либо минус 2аб. У нас везде знаки плюс, поэтому поставим плюс. Выделим двойку, чтобы получилось 8х, 2 надо умножить на х и умножить на 4. Из этой записи мы видим вместо а также у нас стоит х, а вместо б появляется четверка. Значит, чтобы дополнить до формулы квадрата, мы должны дописать плюс b в квадрате, в нашем случае плюс 4 в квадрате. 4 в квадрате будет равно 16, а у нас свободный член 13. Чтобы из 16 получить 13, я должен дописать минус 3. Так вот, если мы будем рассматривать данное выражение без минус 3, то мы видим квадрат суммы х плюс 4 в квадрате. И допишем минус 3. Вот, собственно, мы выделили квадрат двучлена. Вот наш двучлен х плюс 4. Вот его квадрат, х плюс 4 в квадрате. Мы выделили квадрат двучлена из нашего квадратного трехчлена. Давайте повторим это действие для следующего примера. Минус х в квадрате плюс 10х минус 13. Мы видим за скобки знак минус для удобства. Посмотрите на квадратный трехчлен в скобках. х в квадрате минус 10х плюс 13. Мы уже видим, а это есть х, так как х в квадрате это а в квадрате. Далее мы должны выделить двойку. Значит, 10 покажем как дважды 5. 2 на х на 5. И 5 это и есть b. Соответственно, далее запишем b в квадрате. 5 в квадрате 25. У нас в скобках написано плюс 13. Из 25, чтобы получить 13, мы дали, приписываем минус 12. Выделяем квадрат двучлена. Здесь у нас х минус 5 в квадрате. Здесь можем снова раскрыть скобки, то есть поменять знаки. Получим минус х минус 5 в квадрате плюс 12. Задание выполнено. А теперь давайте посмотрим внимательно на следующий пример. Здесь у нас перед х в квадрате стоит коэффициент 2. Давайте двойку выведем за скобки. Получим в скобках вот такой квадратный трехчлен. И его мы будем преобразовывать так же, как и делали с предыдущими двумя примерами. То есть выделим из него квадрат двучлена. А в квадрате это и есть х в квадрате. 3 покажем как 2 умножить на 1,5, соответственно, 1,5 это b. Далее запишем 1,5 в квадрате. Это и есть b в квадрате, что равняется 2,25. Дальше, чтобы получилось 3,5, должны еще прибавить 1,25. Запишем все в виде квадрата двучлена. Вот мы и выполнили задание. Уважаемые ученики, сегодня мы с вами подробно повторили понятие квадратный трехчлен. Также выполнили несколько заданий на разложение квадратного трехчлена, на выделение квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Надеюсь, вы все для себя закрепили. На этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok